Детский сад номер 8 – один из самых первых в Нижнекамске. Сейчас о почтенном возрасте здания, почти 35 лет, слегка напоминает только внешний вид фасада. Внутри все полностью изменилось, благодаря республиканской программе капитального ремонта. Произведем ремонт кровли, отделочная работа, входные группы, оконные блоки, и частичные замены мебели и технологического оборудования. На торжественном открытии обновленного дошкольного учреждения побывал мэр Нижнекамска. Он оценил не только качество проделанных работ, но и новые объекты. Карта путешественников. Здесь малыши отмечают, в каких городах и странах побывали вместе с родителями. Также собственный музей и даже голокамера. Дышать солью, по словам врачей, малыши будут исключительно по графику и по назначению врача. Очень даже полезно при простудных заболеваниях, особенно полезно при лорзаболеваниях и очень даже хорошо поднимает иммунитет. Если раньше этот садик могли посещать примерно 250 малышей, то теперь добавилась еще одна группа. Радость маленьких нижнекамцев от новых игрушек не нуждается в словесном подтверждении. Больше детей, пожалуй, довольны только родители. Все аккуратно, все очень хорошо. Родные стены. Родные стены, да, у нас уже взрослые дети. Первые, старшие, получается, сюда ходили. Сейчас младшие сюда ходят. Я и сама отсюда выпустилась, кстати. Уже сколько лет этот садик. И вот практически он вообще заново новый. Всего на 150 миллионов рублей из республиканского бюджета в этом году были отремонтированы 6 детских садов. 8, 14, 29, 31, 47 и 50. Важность мероприятия для маленьких горожан, подчеркнул Айдар Медшин. Очень важно создавать условия, которые будут способствовать становлению, развитию, здоровому развитию и интеллектуальному развитию на уровне их возраста на этой стадии. За пять лет в Нижнекамске планируют привести в порядок 39 дошкольных учреждений.